Музей уличного искусства Музей уличного искусства Как правило мы стараемся разбить на два визита За первый визит художник приезжает, смотрит, выбирает стены Он просто чувствует атмосферу Кружается в свет Для того чтобы было легче работать И во второй свой приезд он уже реализует эскиз То есть сначала он приезжает, выбирает стены, делает эскиз Мы утверждаем эскиз на стене, после этого мы закупаем все необходимые материалы, оборудование, сколько необходимо для этого подъема. И в следующий свой визит уже художник приезжает и присутствует. У нас тут нет такой цензуры или, скажем так, формата. То есть мы прекрасно понимаем, что такое вручное искусство, это вообще нечто на провокационное, то есть антиформатное, если так можно сказать. Поэтому мы никого ни в какие рамки не загоняем. Единственное, что существует, конечно, художественный совет, который утверждает работу. Нескрою, были случаи, когда попросили художника переосмыслить свой эскиз. Потому что все-таки это публичное некое пространство, какие-то вещи спорные, связанные с религией, с насилием или с наркотиками, они, конечно, нежелательные. То есть в целом мы хотим создать бог приятную атмосферу. Да, это может быть что-то необычное, шокирующее, но в рамках неких приличий, этики, просто человеческих точек нет. Но в целом мы никого не наставляем и мы не говорим кому-то делать что-то черное или что-то белое. То есть у художника представляется определенная свобода. Художник из Казахстана и на данный момент это один из самых известных казахстанских уличных художников. Как мы уже с вами говорили в начале экскурсии, в каждой стране есть свой Бэнкси. Вот казахстанский Бэнкси – это как раз Паша Красный. Он создает работы на официальные политические темы. Очень много работ было сделано в Алма-Ате. К нам в Музее Волочного Искусства художник приехал, чтобы создать работу. Название его – то же самое, что и в надпись. И что много было общено души населения. Внизу в углу красный квадрат – это подпись художника. Его, соответственно, можно узнать по этой подписи. Очень много было работ в Казахстане. При этом в этом, если не ошибаюсь, году он был номинирован как открытие года премии «Мост», которая проходила в Москве. То есть и в России он становится узнаваемым, напоминающимся. Эта работа, естественно, была создана под впечатлениями от событий, которые сейчас происходят в России, на Украине, и о той информационной войне, и, в общем, о том отношении государства к народу и к подходу, что ли. Как говорит сам художник, он не стремится встать на какую-то сторону, одну или другую. А задача уличного художника – это как бы отзеркалить все события. То есть их впитать и передать в художественной форме на стену. Паша – приятный молодой человек. Мне кажется, у него много еще впереди, действительно. Он идет верной дороге, на мой взгляд. Как мне показалось, ему не хватает еще, может быть, чуть-чуть зрелости. Но это все со временем идет. Важно, что процессы происходят, как мы могли бы говорить. Чтобы художник уже занимается творчеством. Это очень важно, это хорошо. Особых сложностей никаких, на самом деле, не было у меня в прогрессе. Все прошло достаточно приятно. С минимальными потерями, скажем так, для организма, для непозитива. Я думаю, что, прежде всего, следует ориентироваться на свои какие-то чувства. На ситуации, которые происходят конкретно в каждом городе, в каждой стране. То, что происходит человеку, то, что он чувствует. Я думаю, это действительно верно. И стоит брать за основу некие ориентиры, которые, допустим, у нас здесь есть, или еще что-то. Важно культивировать свое мнение, свою точку зрения. Это гораздо более ценнее, нежели равнение на что-то уже созданное. На мой взгляд, отлично. Что я хотел бы посоветовать. Рост и развитие, более вдумчивой какой-то работы. Будьте осторожны. Не отказывайтесь от своих идей. Идите вперед. Будьте за добро, за любовь, за мир. Не пропагандируйте агрессию или насилие. Ну, обычные вещи в целом. Что-то особенного, сложностей. Упорство и труд все перед другом, я так считаю. Будьте упорными, стойте на своем или до конца. Круто, спасибо.